Здравствуйте! 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 И у нас опять были с частным мнением Хефиц. А я потому что не понимаю. Он все время орет про какие-то политические тираны, про какую-то историю, про какую-то политику. Но вот сейчас у него частное мнение. Я, собственно говоря, не-не-не, ты погоди! Вот Саша у нас тут с Хефиц, но частное мнение у Хефица. Как мы помним, частное мнение это вещает один, а я вообще ушел отсюда. Да сиди, чего ты? А, ну как хочешь. Вещай. Я не понимаю. Меня всегда все пронзает вдруг. Глубокой ночью... Ради Бога! Юра, аккуратно. Глубокой ночью, ради Бога! Да, Пушкин. Значит, меня вдруг пронзило вот чего. Я залез в интернет и посмотрел слово революция. Ну, кстати, вы знаете, что у нас сейчас происходит революция белых ленточек, да? Да. А сегодня, кстати, у нас еще революция. Так нет, да, да, да. Смотрите, оранжевая революция. Революция была рос в Тбилиси, да? Теперь вот здесь революция белых ленточек, да? Теперь вот нам все время говорят, что в России не будет оранжевых революций. Да? Правильно я говорю? Вот. Короче, революция, революция. Я написал революция. Я не помню, там дословно любой может написать войти в этот Яндекс. Значит, Википетия скажет, что революция – это мощнейшее общественно-политическое движение, захватывающее огромные, так сказать, народные массы. А дальше, значит, внимание, и приводящее всегда к слому и безвозвратному отказу от прежней политической, экономической и социальной формации и утверждающее в конечном итоге новую общественную, политическую и социальную формацию. И что? Объясню. Из этого следует, что революция всегда прогрессивная вещь. Нет. Как нет? Почему? Новая лучше старого. Ну, Саш, ну ты что, ей-богу? Секундочку. Ты что ли стрелу времени? Подожди, я не понимаю. Динозавры хуже нас. Те, кто придут через миллионы лет, они будут, так сказать, лучше нас. Ну, Юра, во-первых, нужно чуть-чуть так понять, что такое лучше и хуже. Хорошо. Прогрессивнее. С точки зрения некоего движения общества по пути развития, по пути прогресса. То есть, революция всегда позволяет обществу стряхнуть старую шкуру и надеть новую. Можно ли сказать чуть проще, как ты любишь? Да. Что прогресс – это когда человеку живется лучше. Что значит лучше? Я не знаю. В его ощущениях. Прогресс, когда он… Нет. Минуточку. Прогресс – это отказ от отжившего и переход к новому. В этом смысле, когда змея линяет – это прогресс. Короче говоря, кто хочет более точно, пожалуйста, залезьте в Википедию. Я никогда не встречал, во всяком случае, слово «революция» в отрицательной коннотации. Ну, вообще-то, это по сути отрицательно. Есть революция, есть эволюция. Следствием происхождения, следствием того, что делает революция, является рождение нового общества. Вообще-то «ре» – это шаг назад. Да, ну хорошо. Ну хорошо. Значит, по крайней мере, в нашем сознании это так. Революция, обновление, оранжевое, не оранжевое. Мы в таком смысле. Да, хорошо. Мы как обновление. Если революция – это обновление, это совершенствование, это движение общества по какому-то прогрессивному пути, то почему тогда во главе всех революций стоит такая шваль? Что такое шваль? Ну, я тебе объясню. Вот если революцию делают пассионарий, то есть люди, одержимые неким стремлением к движению вперед, люди, которые одержимы отвращением к закосневшей старой структуре чего-то, и люди, одержимые стремлением к рождению новой прогрессивной структуры, почему эти пассионарии так отвратительны? Возьмем, давайте, французскую революцию. Не надо никому рассказывать, кто такие были Марат Робисфер и Дантон. Марат и Дантон, по описаниям современников, были к тому же еще и физические уроды просто, и все они втроем были уроды нравственные. Они были асексуальны. Это не мое дело. И Камил Сен-Жуст, и все вот эти вот палачи. Вернемся к нашим Ильичам. Вернемся к нашим Ильичам. Убожество, серость, серость. Да, почему? И я вообще, я не помню, я вдруг стал задумываться. Юра, так поэтому я и говорю. Да подожди. Хорошо. Я стал задумываться, хоть в одной стране могу я найти революционера в историческом масштабе или в современном, который являл бы собою ни серийного убийцу, ни извращенца, ни палача, ни кровопийцу, ни безжалостную какую-то тварь. И более того, я скажу даже самую, может быть, спорную вещь. Они все отвратительные в эстетическом смысле. Вот кто-нибудь мне может сказать, что революцию сделал красавец, так сказать, светоч, гений, добрый человек, какой-нибудь такой, так сказать, гуманист, вот гуманист, хоть один гуманист когда-нибудь, был замечен в участии в революционном акте? Нет? Продолжай. Значит, одно из двух тогда, или революция это отвратительно, как ты говоришь, то есть ты прав, да? Революция это похабель, тогда ее и делают вот эти вот товарищи. Или мы сталкиваемся с неким потрясающим парадоксом, понять который я не могу, который заключается в том, что человечество к новому и светлому приводит негодяй. Минуточку, это еще не все. Я не могу это сказать. Пытаясь, ну хорошо, ты не можешь это слышать, пытаясь сам себя опровергнуть. Я стал анализировать личностно, вот мы, нам сейчас легче всего, вот мы современники, я стал личностно анализировать личности, прости за тавтологию, анализировать личностно личности тех, кто у власти сейчас стоит, и тех, кто пытается эту власть сейчас сместить. Да. Вот из всех наших нынешних оппозиционеров Лично я испытываю добрые чувства только по отношению к одному человеку Это Володя Рыжков Вот мне он представляется человеком добрым Поэтому видно всем Но можно ли его считать инвестиционером? Но он же участвует в этом Он же кричит на трибуне Россия без кого? И народ радостный То есть можно? Можно, раз он в этом участвует Но мне ясно, что он такой светлый парень Наверное потому, что он на Алтае родился, а не здесь Он такой светлый парень на первых позициях не будет никогда И если наша революция и победит То меньше всего, как мне кажется, в ней запомнится Вова Рыжков Потому что он участвовать в ней будет меньше всех Все остальные, и те, кто делают нынешнюю революцию И те, кто, скажем, ее обсуждают Там журналисты, политологи Меня просто приводят в Вотерик Это какой-то зоопарк Нет, те, кто обсуждают Они выпадают из-за этого Они не журналисты Они не революционеры Ты говоришь о революционерах А те, кто совершают Нет, подожди Но журналист, который разделяет революционные убеждения революционеров И воздействует на общество путем трансляции этих своих разделений Он разве не революционер? Он сообщает обществу Нет, он пристрастен Он пристрастно сообщает То есть он одних людей гнобит, а других людей он хвалит Он не беспристрастен Но в таком случае он не журналист Но он позиционируется как журналист И деньги получает Он может позиционироваться как угодно Но он не журналист Да, но просто ты при этом имею в виду Что он звучит как, например, главный редактор такого-то издания Ну, это формальность, недоразумение Но в скобках мы это отметим Тем не менее Так вот, я не понимаю Пусть мне объяснят Если революции это плохо Тогда почему их так восхваляют, ждут и надеются на них? И почему так жадно к ним стремятся? Можно уже приступить? Нет, нельзя А если революция, это хорошо Почему их делают какашки? Я сам для себя нашел только один ответ Он очень сомнительный Я сам в него не верю Поскольку для того, чтобы что-то сломать Нужна какая-то запредельная смелость То есть нужно быть внутренне совершенно оторванным От своего общества От своего времени От своей страны От своей семьи То есть, как мы говорим в быту Не иметь ничего святого Ничего не бояться Вот какие люди способны тогда на слом Значит, возглавить слом Это люди, у которых святого ничего нет Тогда, может быть, мы сейчас приходим К нобелевской речи Бродского Который написал Почему среди прекрасных поэтов Так много мерзавцев Но я не цитирую Бродского Почему так много негодяев Среди прекрасных поэтов Потому, пишет Бродский Что язык, выбирая того или иного Он совершает не этический, а эстетический выбор То есть он смотрит Вот этот человек является носителем этой интонации Вот я его и выберу, говорит язык И вот он и станет великим При этом он может быть матери-убийцей Насильником, педофилом, вором, кровопийцей и так далее Мне, говорит язык, это все равно Так вот, может быть, прогресс тоже выбирает для проведения самого себя в народной массе Может быть, прогресс тоже выбирает всяких мерзавцев, не имеющих ничего святого Ибо только они и способны Вставай, проклятием заклейменный Весь мир... Голодных и рабов Вот я просто истяк Да, но это, конечно, доктор превзошел себя Как обычно, он каждый раз себя пьет Что мне стоит, господи, при моем росте Я же об этом... Я же с этого и начал Бурно Я же с этого и начал Говоря, что это шаг назад Что нет никакой Положительной коннотации в этом Нету То есть революция это дрянь Совершенно верно Именно поэтому и люди, соответствующие, одно к одному Потому что нормальное, не революционное, а эволюционное развитие общества Без выходов на улицу, да, без всего вот этого Без кровопролития, без брата-убийства, без всей этой херни Это есть нормальный, гуманный, медленный способ развития человеческого общества Вот и вся фигня Значит, права наша власть сейчас, когда она борется с революционными настроениями у нас Я не знаю, права она не права Нет, ну как, она не хочет вот этой гнусности допустить Юр, я спрашиваю Что значит права? Со своей точки зрения она права С другой точки зрения не права А с твоей? С моей точки зрения должен главенствовать закон И тогда не будет необходимости делать то, что делает сейчас наша власть На мой взгляд Красивый ответ Если бы наша власть соблюдала законы, которые уже существуют в этой стране Революции бы не было Не было бы ситуации, которые приводят к революции Она же не соблюдает этого Она выходит за рамки закона Она выходит за рамки закона, пусть не обижается Она все сделала сама Она подкопала под себя такой подкоп, что будь здоров И продолжает делать То есть ты повторяешь распространенной точки зрения, что в феврале 17-го года был реакцией общества на отвратительную нравственную ситуацию Да, ну да По-моему так Ну да Ну я не знаю, я разбит, уничтожен, я понял Кошмар, частное мнение разбили Нет, тогда все правильно Тогда долой революции Да? И да здравствует эволюционная Тогда понятно, почему вот эти вот какашки возглавляют всякие вот эти бунты и революции Понятно, да, все понятно Я разбит, уничтожен А кто будет Дарвином в нашей эволюции? А Дарвин лжец И спекулянт А Дарвин в нашей эволюции каждый Каждый И потом Гражданин И всем давно уже известно, что Дарвин проплачен госдепом Вау А ты этого не знаешь? Дарвин с мяопкомом Да Зор, Рахмат, за вашу речь Да Будьте здоровы Да За Дона Петра Из Базы Неожиданно Где очень-очень много Лысых обезьян Намек понял Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин